Сфера энергетики в современном мире – одна из самых необходимых, но и сложных. От квалифицированных специалистов зависит бесперебойная работа предприятий, госучреждений, больниц. Сотрудники отвечают за тепло в каждом доме. Праздничное настроение – тоже их рук дело. Благодаря слаженной работе, иллюминация в городе озаряет всех светом Нового года. Символично свой профессиональный праздник они отмечают как раз накануне самого яркого торжества. Хочу поздравить всех работников отрасли с Днём энергетика. Отдельно спасибо ветеранам за проделанную работу, за передачу своего опыта молодому поколению. Пожелать всем крепкого здоровья, безаварийной, безопасной работы и всего самого наилучшего в Новом году. В Бобруйских электрических сетях трудятся профи, которые в режиме 24 на 7 готовы к решению производственных задач любых сложностей и масштабов. При любых погодных условиях они устраняют неполадки и обеспечивают энергией весь город. Некоторые специалисты преданы делу полвека, в то время как электросетям в этом году исполняется 66. Всё механизированное стало. Меньше стало ручного труда. Оборудование намного лучше. Ну, растём. Энергетика – призвание, которое притягивает целые семейные династии. У Олега Авдеева отец также работал на предприятии. Сейчас на Страже Света его сын Валерий. В распоряжении современное оборудование, где ведётся контроль не только над стабильным безопасным снабжением Бобруйской района, но и Кировско-Кличево-Глузко-Осипович. Работаем с напряжением. Напряжение не видно, не слышно, ни на вкус, ни на запах. То есть, тут должны быть у нас все высококвалифицированные специалисты. Ошибок, то есть, электричество не прощает. Сфера, которую выбирают ответственные и надёжные люди. Ряды ежегодно пополняют молодые специалисты. Они под руководством опытных наставников погружаются в важную профессию и делают уверенные шаги к званию высококлассных специалистов. Я целенаправленно шёл именно в эту службу, потому что считаю её одной из тех, которые я могу научиться очень многому с точки зрения технической части. Ну и также, если рассматривать карьерную составляющую, также можно от неё стартовать довольно-таки успешно. Энергосистема нашей страны функционирует не только стабильно, но и успешно. Этот год исторический для отрасли. Один из главных проектов – ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС. Атомная электростанция в скором времени будет обеспечивать 40% потребностей в энергии. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.